Война. 23-й день вторжения России в Украину. Министерство обороны Украины официально объявило, что американский спутниковый оператор Terran Orbital напрямую делится изображениями развертывания российских войск вокруг Украины с правительством в Киеве. После вчерашнего появления Путина на стадионе в Москве, чтобы официально отпраздновать аннексию Крыма и поздравить себя с успешной трёхдневной операцией в Украине, похоже, кремлёвский придурок находится на пути к превращению России в управляемую мафией секту. Поскольку российские силы в Украине сократились до менее чем 80 боеспособных батальонно-тактических групп, Путин, похоже, начал своего рода тайную всеобщую мобилизацию на оккупированном Донбассе и в разных частях России. Между прочим, это послужило причиной того, что так много российских правительственных самолётов вылетело из Москвы в восточном направлении два дня назад. Многие неправильно поняли или истолковали это как своего рода эвакуацию правительства, чего можно ожидать в случае неминуемой ядерной войны. На самом деле рассматриваемые самолёты использовались как то, чем они являются на самом деле, как транспортные средства. Через несколько часов все вернулись, вероятно, с призывниками и резервистами. Также прибывают и направляются на поля сражения в Украине дополнительные осадисты и элементы небольшой бригады Хезбаллы. По сообщениям, около 1000 боевиков осада и около 500 подконтрольных ксир ливанских шиитов уже находятся в России. Последними преимущественно командуют иранские офицеры. Запад. Львов был обстрелян не менее чем 5-6 баллистическими ракетами, скорее всего Искандерами. Один был сбит украинскими С-300, а две-три попали в авиаремонтную мастерскую в местном аэропорту, разрушив два зала. В сообщениях из Беларуси указывается, что РФ производит дополнительные установки «Точка». Они имеют меньшую дальность, чем Искандеры. Север. Россия продолжила неудачные попытки форсировать Ирпень. Кто бы мог подумать, что столь небольшая река станет столь большой проблемой для ВДВ РФ? Целый день обстреливались многоквартирные дома в Киеве, Чернигове, Сумах и Харькове, в результате чего погибли десятки мирных жителей. За последние несколько дней в ситуации на северо-востоке Украины выкристаллизовалось несколько моментов. Во-первых, 41-й армии РФ не удалось полностью осадить Чернигов. Да, Черниговская трасса блокирована, но украинские силы по-прежнему контролируют большинство сел и одну главную дорогу между Черниговым и Нежином, а также имеют наземное сообщение от этих двух городов до Киева. Также под Черниговым была отбита российская атака, достоверно уничтожение как минимум одного танка РФ. Кроме того, в своем устремлении к востоку от Киева 2-я танковая армия РФ не смогла захватить ни Ромны, к югу от Конотопа, ни Прилуки, расположенные восточнее. Трасса из Киева в Сумы проходит к северу от Прилук и находится под контролем России, но город по-прежнему находится под контролем Украины. По сути, это означает, что масса российских комбоев, снабжения для 41-й армии на севере и 2-й танковой армии на северо-востоке должны обойти несколько украинских гарнизонов, которые активно устраивают им засады. Например, вчера украинцы уничтожили целую колонну снабжения в районе Тростенца. В районе Харькова 92-я механизированная бригада продолжила активную оборону в виде рейдов на южный фланг 1-й танковой дивизии и освободила село Безруки и Дергачи. То есть, оттеснили русских еще на 10-15 километров от города. Интересным новым появлением в районе Изюма является батальонно-тактическая группа 7-й гвардейской танковой дивизии, фактически резервная часть 1-й танковой армии. Очевидно, она была развернута либо для замены, либо для усиления подбитой батальонно-тактической группы 26-й гвардейской. Как вариант, командир 6-й армии получил приказ взять Барвинкова и дойти до Днепра. Восток Северодонецк находится под постоянным российским обстрелом. В 5 километрах севернее идет ожесточенный бой в Рубежном. Этот город частично занят частями 3-й мотострелковой дивизии РФ, удерживающими север и запад и пытающимися обойти его с юга, то есть отрезать от Северодонецка. Мариуполь Советник Офиса Президента Украины Арестович заявил, что силовая операция по снятию блокады Мариуполя в настоящее время невозможна. Он уточнил, что ближайшие украинские части сейчас примерно в 100-150 километров. На основании этого напрашивается вывод, что 54-я и 56-я бригада тоже отошли на север, примерно на линию, соединяющую Гуляйполе с Маринкой. Арестович добавил, что все попытки оказать авиационную поддержку осажденного Мариуполя не увенчались успехом, и Украина в настоящее время не имеет средств для преодоления превосходства России в воздухе в этом районе. Внутри осажденного Мариуполя спасательные отряды до сих пор пытаются извлечь людей из укрытия под завалами драматического театра. Эта деятельность часто прерывается постоянными авиаударами и артиллерийскими обстрелами. Внутри Мариуполя бои тем временем идут в центральной части города. Интересная новость в том, что поскольку 8-я армия вчера потеряла своего командира генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева, 150-я мотострелковая дивизия и сепаратисты понесли большие потери, Россия перебросила кадыровских чеченцев из Белоруссии, где они отдыхали и восстанавливали силы, понеся большие потери при попытке добраться до центра Киева в первые два дня войны. Скорее всего, как только чеченцы понесут большие потери, их выведут и заменят осадистами. Юг. В районе Херсона 58-я российская армия снова была занята, но в направлении, противоположном запланированному. 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была выбита за Ингу, а 20-я гвардейская мотострелковая дивизия тем временем была выбита из-под Снегуровки, около 100 км к северу от Херсона. Украинские байрактары отслеживают вывод войск и, похоже, подбили все зенитно-ракетные комплексы БУК, что позволяет им постоянно наносить удары по колоннам русских. В Херсоне россияне были заняты эвакуацией поврежденных вертолетов, уцелевших после обстрела украинской артиллерии местного аэропорта. Таким образом, с практической точки зрения, осада Николаева завершена. Данное видео сделано на основании карт НАТО Нарасера, а также отчета австрийского военного аналитика Тома Купера.